Критика и цензура Критика и цензура – это разные вещи, совсем сильно разные. Критика необходима для того, чтобы было кого посылать. Так что без этого художнику тяжело отстаивать свои вещи, а это очень важно. На самом деле критика существует для того, чтобы сам автор был убедителен. Не для того, чтобы следовать за критикой, а для того, чтобы его убеждения имели большую силу. От этого и произведение становится гораздо убедительнее. Критика бывает разная. Профессиональная критика, критика коллег, критика зрителей как таковых. И они все имеют разные интонации и тональности. Но интересно, что хорошую вещь чуют все одинаково. И она нравится. И критикам-профессионалам, если эта вещь состоялась. И зрителю простому самому, не сведущему особенно в истории искусства. И, может быть, и критику профессиональному в смысле искусствоведу. У меня были... Я делала в Барнауле выставку... Это было, наверное, лет 12 назад. А, нет, в Камне-на-Обий. В Камне-на-Обий это было еще раньше. И на выставку пришли жители города Камень-на-Обий. Выставка была большая, она была собрана из холстов, из набросков, из всего. То есть там было очень много-много работ. И это была самая продажная выставка у меня, вот из всех моих персоналок, которые были. Приходили люди, показывали, я хочу. Вот. И они не объясняли, я хочу вот эту. Я хочу. И у них не было денег купить эти работы. Я продавала работы там буквально за 300 рублей. Ну, это было давно, но смысл заключался в том, что вот зритель, у которого есть глаза, то есть даже непрофессиональный зритель, у которого осмотренность есть, да, он, если он что-то чует, вот, может быть, его критика, она в этом смысле и нравится, и не нравится, она, может быть, самая искренняя и самая нужная. Вот. Интересно, что если говорить про себя, как про критика, я вот подумала, что самые ценные вещи, самые лучшие впечатления от работ, именно тогда, когда работа не касается меня как профессионала, когда я не могу на нее смотреть и рассуждать, как она сделана, когда мне неинтересно, как она сделана, вот как бы как художник положил краску, как он закомпоновал, насколько грамотно и культурно он подошел к колориту, как у него там с историческими моментами в этом. Вот. Когда все это отходит и становится ненужным, и я как зритель говорю, мне нравится, или я просто немею, да, или я просто плачу, вот этот зрительский абсолютно как бы первый такой взгляд на чужую работу, вот, значит, эта работа, она и сделана по-настоящему. Как только подключается профессиональный зритель во мне, тогда я могу ее разобрать по деталям, как бы вынести какой-то вердикт, да, почему она мне не нравится или почему она мне нравится, но отсутствует вот эта вот, вот эта вот как бы настоящая работа человеческих глаз с произведением искусства, вот. Ну, это еще не то, да. Тогда такой вопрос еще. Вот опять же, тогда почему бояться критики? Да-да-да, сейчас я думаю. Почему бояться? Ну, начнем с того, что если говорить про, ну, про место, конкретное место, город Новосибирск, мой родной город, да, и про отсутствие критики здесь, профессиональной критики, начнем с того, да, это просто отсутствие людей, которые действительно выбрали бы эту профессию, вот, и положили бы свое сердце и труд на то, чтобы, ну, досконально изучить подходы к этому, и повышая свой профессионализм в высказываниях, да, повышали бы уровень визуального искусства города. Таких людей действительно в городе, ну, практически нет. То есть писать, говорить, показывать пальцем вот это искусство у нас, ну, так сложилось, что сейчас как бы некому. Может быть, это сменится буквально через, там, через пять лет, потому что люди, которым сейчас по двадцать, среди них я вижу людей, которым интересно разбираться в этом, и они, может быть, выберут это как профессию и станут профессиональными критиками. Критика коллег, да, когда мы гладим друг другу по головке, вот, в смысле, вот, и радуемся за успехи друг друга, но при этом жалеем и не пытаемся нарушить какое-то авторское такое равновесие, да, мы не говорим, что, может быть, нам не нравится. Это, это естественная ситуация, потому что, ну, человеческие отношения, и, конечно, она, ну, ущербная в смысле общего роста, потому что это очень больно, когда тебя критикуют. Это прямо сильно больно. Но от этой боли появляется сила, да, то есть действительно я, но я хочу так говорить, это мои слова, да, и вот почему я и говорю, что критика должна существовать хотя бы для того, чтобы просто можно было сказать, да, иди ты лесом, это моя вещь, да, это мой мир. Вот, и от этого у этого мира появляется сила, уверенность, и, значит, у него эта вера даёт этому миру по-настоящему существовать. Либо она действительно, эта критика, через боль, ну, приносит какие-то изменения, да, вот, которые, конечно, очень полезны для любого автора. Вот, и, ну, это невозможно сделать искусственно. То есть если не принято, естественно, в общении друг с другом об этом говорить, да, то мы можем все друг друга чувствовать, да, но при этом не произносить это вслух. То есть это как бы такая сложная штука. Ну, не хотят-то критику слышать именно из-за того, что это очень трудно и больно. То есть ты что-то сделал, да, и вдруг, как бы, вот, ну, на твоих глазах это всё разрушается. Неважно, кстати, критика профессионала или просто зрителя. И, конечно, бальзам на душу, когда вот бабушка зашла и сказала, ну, как красиво, да, то есть ну, тебе сразу... Вот, неважно, кстати, бабушка имеет образование художника или искусствоведа, или просто с улицы. А вот почему не возникает как бы из художественной среды потребность, ну, такая явная потребность в осознанной критике и в критике... И не приятие критики непрофессионала, а зрителя как такового. Ну, это ловушка. Это же ловушка, да, то есть когда... Если человек ругает твоё произведение, и ты прячешься, ну, у него же нет художественного образования, он же не умеет, вот, он же как бы не знает, поэтому он ругает, да. Если бы он был бы образованный зритель, то он бы понял ту высоту, на которой я нахожусь. Это ловушка для себя, потому что... Ну, вот ещё раз повторяю, что вещи, которые состоялись, они воспринимаются любым человеческим существом, как текст, который доступен до его восприятия. Это, кстати, вот удивительный опыт, когда преподавала в академии, вот просмотр, да, это профессиональный зритель. Профессиональный зритель — это коллеги, и это коллеги высочайшего уровня, педагоги, да, то есть они смотрят работы учеников. Вот мы разложили там, вот у нас композиция, допустим, мы обсуждаем проект, мы смотрим, вот этот листик там, не нравится, и все говорят, что делать. Там же, это же, вот это как раз место критики, да, то есть надо сделать так, чтобы это произведение в результате получилось. И я как преподаватель, я как бы, ну, в помощь, то есть поэтому моя критика, она необходима. И вот мы все обсуждаем, двигаем эти пятна туда, а давайте вот это, нет, тут надо, и тут у каждого есть своё мнение. Но вдруг натыкаемся на листик, и все видят, это хорошо. Понимаете, вот эта разница, то есть когда оно сложилось, когда в этот мир можно поверить, в него верит любой. То есть и все педагоги при разных мнениях, разных манерах письма, при разном опыте, они сходятся, да, вот это, это, это хорошо. То есть когда хорошо видят, в принципе, почти все. Другое дело, что, ну, временной промежуток может быть у всех разным. От кому-то нужно убедительного, как раз стороннего бородатого критика, да, который скажет, что это хорошо, и этот человек поверит, да. А кому-то не надо, но это только, это не в образовании дело, это дело в человеческой чувствительности. Поэтому здесь, как бы, профессионализм, он... Другое дело, есть аспект образования себя, как зрителя, да, то есть когда человеку просто становится интересно смотреть, и, может быть, как раз какое-то произведение включает этот момент, да, и он начинает изучать, изучать историю искусства, смотреть разных художников. И глаз образуется, сам по себе глаз. То есть он начинает видеть красивые сочетания, некрасивые, хорошую композицию, плохую. Это просто насмотренность. И это, я думаю, полезно для всего организма. То есть почему хорошо ходить на выставки? Потому что это не, ну, не эфемерная польза. Это очень полезно просто для разума, когда он читает в плоскости, в объеме информацию и учится видеть, нравится-не нравится, красиво-некрасиво. Вот. И эти опыты, они, конечно, потом пригождаются и в других специальностях, в тех, которых они... ну, чем они занимаются в жизни. Субтитры подогнали Симон.